друзья всем привет как обещала у нас сегодня эфир и мы будем с вами работать сейчас я подожду буквально немножко до что начнут присоединяться те кто хотел мы этот эфир откладывали но сейчас я сама пришла в нормальное ресурсное состояние когда могут с вами работать потому что работать вне ресурсном состоянии не совсем правильно сейчас я могу работать и поэтому мы то что с вами планировали сделать еще две недели назад они привет а то что планировали сделать две недели назад будем делать сегодня и это даже обретает новые смыслы и будем делать практику ту же но она будет даже еще глубже связи с тем что изменился наш мир произошли те события которые произошли и эта практика становится еще важнее еще актуальнее мы просто сделаем еще глубже немножко с другой стороны посмотрим хорошо всем всем привет кто-то присоединится позже я сразу скажу что я вижу что пока вы можете заходить в инстаграм есть доступ если вдруг не будет доступа я сделала телеграм-канал ссылка есть в stories вы можете подписаться и я буду дублировать там информацию то есть то что не сможете если вдруг зайти в инстаграм посмотреть будет в телеграме я буду выкладывать на youtube надеюсь что таким образом справимся с доступом и так как я говорила да делаем практику сегодня нам нужны будут карандаши фломастеры листок бумаги мы будем с вами работать и мы будем делать практику в общем то уже всем известную многие они слышали кто-то ее делал это та практика или та техника которая использует всегда используют в коучинге она называется колесо баланса или жизненный баланс но мы ее достаточно сильно сегодня поменяем и вы взглянете на нее по-новому даже если вы ее делали сначала хочу поговорить о том что происходит сейчас что я наблюдаю сейчас что происходит с людьми и дам некоторые рекомендации советы возможно вы о них уже читали я очень счастлива что все мои коллеги психологи объединяются и стараются сейчас максимально помочь людям сделать это бесплатно дать рекомендации дать советы потому что сейчас огромная идет нагрузка безумно идет нагрузка на нервную систему до того сильная кстати неважно где человек живет вот вы удивитесь да я работаю с людьми со всего мира неважно где человек живет это сейчас затронуло каждого вплоть до того что люди не могут спать люди не могут есть если даже у них есть доступ к еде да они не могут некоторые есть мало тех у кого психика настолько устойчиво что они спокойно проживают этот период таких людей практически нет по крайней мере они не приходят ко мне значит наша сейчас задача позаботиться о своей психике почему о своей да я всегда делаю на это акцент что если вы сейчас не позаботитесь о себе если вы чувствуете что вас качает вас штормит и вы ничего не делаете для того чтобы прийти в нормальное состояние позаботиться о своей нервной системе то завтра вы не сможете позаботиться о ком-то другом это очень важный момент то есть если вы чувствуете что что-то с вами сейчас происходит давайте займемся в первую очередь вашей нервной системы вашей психикой что можно сделать я повторю возможно те советы которые дали уже мои коллеги я просто их объединила до собрала все вместе может быть что-то вы еще вспомните что-то вы читали вы можете в комментариях дополнить я сейчас перечислю то есть смотрите когда у нас стрессовая ситуация нам важно с вами работать чаще всего через тело потому что то что мы переживаем переживания не аккумулируется в нашем теле дальше у нас страдает или нервная система или начинаются психосоматические проявления когда начинает страдать ну любой орган любая часть тела которая у нас наиболее слабая поэтому мы и работаем с вами с телом что мы можем делать мы можем начинать вообще с простых вещей например можно начать делать в ванны если есть у вас ванны если есть возможность сделать ванны мы можем начать делать ванны но не просто ванны мы или делаем с английской солью ванны английскую соль можно купить везде если аптеки открыты если есть службы доставки можно купить английскую соль она богата магнием и мы с вами делаем для нервной системы на во время сильных стрессов мы делаем ванны солью как их делать вы найдете в интернете сейчас не будем терять на это время, там все очень просто, вам на это нужно 15 минут, просто соль и теплая вода, если есть хорошие эфирные масла натуральные, можно добавить те масла, которые работают со стрессом, если нет соли, можно делать с содой, обычная сода, которую вы можете купить в магазине, тоже хорошо, но вот в этом случае, когда нужно нервную систему поддержать, то хорошо бы английскую соль, можно делать душ, да, вода, можно пойти, если есть баня, сходить в баню, можно, если есть доступ к массажу, или кто-то вам дома может сделать массажи, делаем массажи, то есть мы работаем с телом, нам важно сейчас чувствовать, что у нас есть тело и заниматься телом, можно, если знаете дыхательные практики дышать, плюс йога, и если есть уже опыт медитации, а да даже если нет, найдите медитации в свободном доступе, которые вам нравятся, включайте вечером, например, перед сном и делайте медитации, дальше в стрессовых ситуациях хорошо помогает любой спорт, который вам нравится, или хотя бы прогулки, хотя бы прогулки на природе, плюс травы и эфирные масла, мятный чай, чай с ромашкой, ну, кому-то, возможно, нужен пустырник, но хотя бы мятный чай и ромашковый чай, это уже хорошо, если есть эфирные масла, подключаем эфирные масла, те, которые работают со стрессом, плюс любая работа с растениями, с землей, сейчас очень хороша, она помогает пережить стресс, любая мануальная работа, да, когда мы что-то делаем руками, даже делаем тест, тесто, соединяет нас уже с телом, и плюс подключаем информационную гигиену, старайтесь по максимуму уйти от новостной ленты, читайте избирательно, не зависайте в чатах, потому что сейчас очень много, очень много руганий, очень много агрессии, очень много конфликтов, и это буквально нас истощает, то есть, смотрите, если вы заходите в какую-то новостную ленту или в какой-то чат, и через какое-то время вы чувствуете, что у вас совсем нет энергии, то есть вам стало хуже, это значит, вам оттуда надо уходить, прямо заставьте себя. Пустырник это наподобие валерьянки, да, они похожи, но все-таки разные по действию, поэтому, ну вот, наверное, пустырник лучше, но, Ань, можно начать с мяты и ромашки, это тоже хорошо, вот, пустырник есть в аптеках, обычно рассказывают, как его принимать. Следующий момент, который я хочу проговорить, он очень важный, с чем столкнулась я, в принципе, эта тема, о которой я хотела с вами обсудить еще до всех событий, что многие люди, они не могут чувствовать, не могут позволить себе чувствовать радость, спокойствие, из чувства вины и стыда, они говорят, как же я буду чувствовать спокойствие, как же я буду чувствовать радость, когда такое происходит в жизни людей, когда такие страшные события происходят, и они стесняются жить, они стесняются того, что они живы, что у них есть право на жизнь. И вот здесь очень важно, да, если вы в себе такое отслеживаете, замечаете, очень важно понять, что вот это чувство вины или чувство стыда за то, что у вас есть крыша над головой, за то, что у вас есть что есть, за то, что у вас сегодня нормальное настроение, да, это чувство вины никому не поможет, оно не поможет тем людям, которым сейчас плохо. И когда вы испытываете эти чувства, вы опять оказываетесь в треугольнике, про который мы говорили, да, жертва, агрессор, спасатель, то есть вы опять в этом треугольнике, а в этом треугольнике мы чувствуем свое бессилие, если вы в позиции, например, жертвой оказываетесь, с чувством вины, или агрессор с чувством вины, такое тоже есть, то вы не сможете помочь другим. Вот это очень важный момент. Поэтому вместо чувства вины, вместо чувства бессилия берите ответственность, про это много лет мы с вами говорим, да, что вместо чувства вины мы берем ответственность. И ответственность это уже не бессилие, из чувства ответственности мы можем что-то начать делать, мы можем что-то конкретное начать делать, чтобы помогать другим людям они я читаю до твои комментарии да лучше не смотреть ленты да и смотрите по своему состоянию то есть если становится после просмотра хуже уходим уходим и занимаемся тем что я сказала выше да есть очень много дел которые мы можем сделать и мы идем к помощи если вы чувствуете что вы не хотите сидеть подумайте кому вы можете помочь вы можете помочь близким а может быть не очень близким но это уже действие это уже не бездействие это уже не беспомощность еще скажу несколько слов до того как мы перейдем с вами к практике почему сейчас так тяжело возможно тоже вы про это читали мы сейчас еще обобщим во первых поднимаются все наши генетические программы то есть память наших родителей которые переживали сложные тяжелые кризисные ситуации еще сильнее поднимается память наших дедушек бабушек прадедушек прабабушек и например вот то что сейчас происходит то что люди у людей паника да в массе своей паника скупают продукты скупают сахар скупают все что осталось кому-то да это кажется странным на самом деле это те программы которые всплывают и очень интересно что всплывают они не только в наших странах не только у нас потому что мы пережили так много кризисов так много войн поверьте мне что когда здесь был локдаун когда нас пугали тем что вообще не будет продуктов здесь тоже люди побежали в италии тоже они скупали какой-то момент даже дрожжей не было в магазинах потому что все скупили муку и дрожжи на тот случай если придется самим печь хлеб например вот это просто генетические программы это коллективная бессознательная это это толпа и здесь очень важно от этого немножко отходить и отходить как раз от новостей это первый момент да почему сейчас тяжело потому что память наших предков она она всплыла да и все те страхи которые были всплыли но здесь есть и хороший момент о котором мы забываем что если наши дедушки бабушки если наши мамы папы могли это преодолеть у них есть их и хороший опыт до кроме страхов есть и хорошая сторона когда мы знаем что если они смогли преодолеть они смогли выжить благодаря им в какой-то момент вот этой силе их мы появились на свет то и мы сможем да у нас есть опыт преодоления у нас есть некоторая гибкость у нас есть опыт принятия решения в кризисных ситуациях это тоже все есть и она уже записано в наших генах поэтому надо просто помнить до того что она у нас есть это здорово второй момент почему сейчас так тяжело потому что вот у каждого есть некий фундамент жизненный который мы строили если человек всю свою жизнь строил на фундаменте который был связан с какой-то одной сферой жизни сейчас я поясню то тогда этот фундамент сейчас начинает ехать до вместе с этим фундаментом едет дом и едет крыша наша в буквальном смысле отъезжает и здесь важно начать укреплять фундамент что значит фундамент связанный с какой-то сферой жизни ну например нет у человека фундаментом являлась только его работы работа то есть только сфера жизни связанная с работой и сейчас вот в этой подвешенной ситуации например у кто-то теряет работу у кого-то подвешенная ситуация на работе он не знает будет у него завтра работы или нет и если он опирался в своей жизни только вот на этот фундамент то есть кирпичом было только его работа то конечно сейчас вы понимаете да весь дом начинает коситься если у него фундаменте была например только семья то есть все ставки были сделаны на семью и больше никаких там кирпичей не было и сейчас что-то происходит в семье какие-то раздоры какие-то ссоры а какие-то разногласия или разделена семья оказалось то тоже начинает фундамент езжать напишите кому понятно про что я говорю так еще сейчас прочитаю комментарий а не пишет надо есть такое дала бабушки послушать советский гимн украины так она испугалась и сказала что подолила до меня арестует да 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 всплывают наши программы до нашей программы наших бабушек дедушек и все это в нашем поле и очень важно максимально сейчас держать до себя в руках и помнить о том что если наши бабушки дедушки смогли преодолеть мы сможем хорошо понятно ли про фундамент потому что то практика который мы сегодня будем делать она как раз связана с тем чтобы укрепить наш фундамент навести вот этот найти точку баланса новую что еще сейчас происходит сейчас еще у многих такое начинается скорее экзистенциальный кризис посмотрите у людей было определенное представление о том как они будут жить нам были планы на будущее было ощущение все-таки некой стабильности сейчас это все уехала сейчас вот это будущее одно меняется да у нас нет понимания а что же будет дальше и у некоторых теряется смысл особенно если человек что-то строил 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 много лет например что-то связанное с работой с карьером строил 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 а сейчас за несколько дней ничего от этого строительства не осталось и он теряет смысл и важно сейчас находить новые смыслы некоторых теряется смысл жизни а если дело какое-то которое они строили много лет разрушилась до или дом даже вот реальный может быть дом который строили много лет в которые вкладывали от него ничего не осталось то у многих людей потерян смысл но это опять же говорит о том что фундаменте как мы до начале рассказывали что фундаменте объясняла был например один какой-то основной кирпич их было мало хорошо мы устойчивы когда у нас фундаменте очень много сфер жизненных на которые мы опираемся и что как раз мы сегодня в практике будем делать мы будем смотреть с вами на какие жизненные сферы мы опираемся что у нас вообще происходит с разными сферами возможно мы про какие-то забыли забили на них до сосредоточившись на работе или на учебе или на нашей семье и нам сейчас нужно вернуться и посмотреть на самом деле какие сферы должны быть в нашей жизни какие роли мы с вами играем какие роли нам важно сейчас начать играть снова чтобы почувствовать вот этот баланс и почувствовать опору поэтому сейчас мы с вами уже переходим к самой практике то есть еще раз повторю кто присоединился недавно это практика многим знакома или техниками метод она пришла из коучинга но мы ее сегодня изменим сделаем по-другому но называется колесо баланса или жизненный баланс многие и делали но я вам предложу ее сделать сегодня по новым кто ее никогда не делал ничего страшного значит сегодня мы сделаем первый раз и будет очень интересно нам для этого сейчас нужно с вами бумага листок бумаги просто вот обычный формат вот такой а4 альбомный листочек нам нужны с вами карандаши или фломастеры первое что мы сделаем вы можете вверху на листочке бумаги вот прям вверху написать те сферы жизни которые для вас вообще важны что такое сфера жизни кто не делал практику сейчас объясню например у нас сферы жизни может войти семья причем семья в узком смысле если вы замужем если вы женаты если есть дети то это может быть вот ваша семья такая самая близкая актуальная и у кого-то это понятие шире мы берем более такую расширенную семью это могут быть еще мама папа дедушки бабушки тети дяди сестры братья двоюродные сестры то есть вы можете семью расширить если вы еще не женаты не замужем значит вы берете семью как мама папа и ваши родственники дальше у нас есть сектор работа карьера у нас есть сектор личностное развитие и сюда можно еще добавить хобби а можно разделить у нас есть сектор деньги и финансы я сегодня буду пить чай потому что у меня немножечко горло подсела голос у нас есть сектор здоровья можно просто здоровье можно здоровье красота у нас есть сектор отдых и яркость жизни вот мне это так нравится называть что не просто отдых до яркой жизни жизнь насыщенная событиями которые нас заряжают следующий сектор можно взять дом и окружающее пространство то есть это пространство в котором я живу и у нас может быть сектор друзья вот здесь я перечислила основные если вы посмотрите в интернете эту практику там вам предложат уже нарисованные круги и там может быть еще несколько секторов интересных может быть что-то вы сейчас сами добавите то есть это какая-то сфера жизни которая для вас важно важно что она в вашей жизни присутствует еще раз перечислю то что например я для себя выписала семья работа карьера личностное развитие хобби деньги финансы здоровье красота отдых яркой жизни дома окружающее пространство и друзья посмотрите возможно вы что-то добавите дальше вы можете рядом с каждым сектором написать если вы сразу чувствуете что в какой-то секторе вы играете какую-то определенную роль вы можете написать какую роль свою вы играете какую роль вы проигрываете в каждом секторе но например на в семье если вы только дочь вы можете написать я дочь я внучка если вы жена можно писать еще я жена если мама я еще мама работа карьеры можно написать кто вы в этой сфере то есть возможно вы финансовый аудитор возможно вы я знаю что они до фотограф можно написать я фотограф может быть у вас еще есть какие-то профессии вы можете написать вот в этой сфере да я играю такую роль то есть в каждой сфере если хотите можно еще посмотреть на роли например хобби да возможно вы художница возможно вы прекрасная танцовщица чем больше у нас ролей в жизни и чем больше мы ролей проигрываем тем мы устойчивее если у нас в жизни какая-то 1 2 роли основные и сейчас что-то с этими ролями происходит когда мы не можем их проигрывать то есть мы не можем эту роль реализовывать то тогда у нас наступает кризис потеря смысла и очень серьезный стресс чем больше у нас ролей чем шире наш фундамент тем устойчивее так то кто делает эту практику напишите готовы ли вы написали ли вы те сферы жизни с которыми мы будем сегодня работать можете просто писать сколько у вас их получается и дальше мы смотрим на каждую из этих сфер и можем оценить ну например от 1 до 10 или в словах насколько сейчас я доволен довольна тем что происходит в этой сфере например берем сферу работы карьеры насколько сейчас я доволен тем что происходит в этой сфере или берем сферу друзья очень важная на самом деле в новых реалиях очень важная сфера насколько я доволен тем что у меня происходит сфере друзья вообще я общаюсь с людьми у меня друзья есть я уделял последнее время этому внимание этой сфере что у меня с ней происходит или сфера моя семья что у меня в семье я вообще уделяла время семье налаживанию контакта укреплению контакта там не только с близкими может быть еще с дальними родственниками или нет или как-то я настолько был занят работой карьеры и учебой что вот как-то на семью у меня не хватало времени ресурсов как-то не казалось мне это важно вот 9 сфер прекрасно хорошо то есть мы сейчас смотрим с вами на каждую сферу и так быстренько можем оценить от 1 до 10 то есть например один совсем я недоволен тем что у меня происходит в этой сфере совсем там швах все плохо 10 это я абсолютно доволен и можно еще как-то себе уже отметить да что там такого происходит почему как бы я недоволен что там не так и сейчас мы берем уже с вами листочек бумаги берем с вами фломастеры или карандаши мы рисуем круг если вам не нравится чтобы круг был прям ровный ровный возьмите тогда просто тарелку какую-то не очень большую и обведите тарелку ну или что-то круглое в виде сюда чтобы у вас получился круг дальше если вы работаете в классической этой технике то вам предлагают этот круг разделить на равные кусочки в классической практике мы делим на равные кусочки как равные куски пирога но вот мне нравится лично когда я изначально каждой сфере отдаю какой-то кусок который я хочу дать этой сфере то есть например у меня сфера здоровья если она сейчас для меня не актуально она займет меньше места чем сфера семья работа карьеры или личностное развитие и также у вас то есть подумайте какую часть вот от этого огромного пирога какую часть вы хотите каждой сфере дать именно уже давайте не как сейчас а какую часть хотите возможно вы сейчас начинаете понимать что так вот эта часть моей жизни вот эта сфера у меня проседала все это время а сейчас я хочу уделить ей больше внимания хочу и укрепить потому что смотрите что происходит я сейчас свяжу с ситуацией которая сейчас происходит если например человек все свое время посвящал только работе он не укреплял семейные связи он не общался с друзьями у него не было никакого хобби он не занимался личностным развитием вот была только работа и ему казалось что так он устойчив то сейчас когда есть риск потерять работу или кто-то уже остался без работы у него рушится все а если бы и у него при этом было еще какое-то хобби такое достаточно интересное или несколько хобби и возможно он бы сейчас подумал ага я потерял работу но у меня есть хобби я могу сейчас этим хобби хоть как-то себя прокормить или у него есть достаточно сильные семейные дружеские связи тогда он бы что сказал ага у меня 100 друзей не имей 100 рублей а имей 100 друзей сейчас я попрошу друзей о помощи мы как-то объединимся мы что-то придумаем без куска хлеба я не останусь или если хорошие семейные связи мы всегда в семье друг друг поддерживаем никто никого не бросает то есть понятно да о чем я говорю почему сейчас нам особенно важно посмотреть что с нашими сферами происходит что происходит с нашими ролями потому что если у нас много сфер много ролей мы уделяли им внимание мы найдем выход мы с вами не рухнем как дом до который на одной свае держится хорошо итак мы рисуем круг и на этом кругу мы каждой сфере отдаем свой кусочек нашего жизненного пирога возьмите время до нарисуйте подпишите то есть верху вы подпиши подписываете что это за сфера это может быть семья работа здоровья красота и сейчас мы с вами еще через метафорические карты посмотрим что происходит в этой сфере и найдем ответы на вопрос то что я могу сделать прямо сейчас чтобы эта сфера у меня улучшилась чтобы она крепла как вы помните когда мы работаем с картами напомню да что это метафорические карты это не гадание это не таро и здесь у каждой карты нет какого-то закрепленного смысла важно что она значит для вас именно прямо сейчас потому что клиент вытаскивая одну и ту же карту в разные моменты жизни может сказать совершенно разных вещах то есть карты помогают нам соединиться с нашим подсознанием и посмотреть что же спрятано там очень часто спрятаны ответы на вопросы и еще напомню что может быть карты не очень хорошо будет видно какие-то детали на них ничего страшного я их потом выложу stories я выложу в телеграм-канал вы сможете их еще рассмотреть и доработать даже после уже нашей работы доработать я буду вытаскивать карты показывать вам и вы будете на них смотреть отвечать на вопросы которые я задам отвечать себе записывать свои ответы сейчас посмотрите на ваш на ваше колесо на вот этот круг посмотрите какие три сферы сейчас вас особенно волнуют над какими тремя сферами вам особенно хочется сегодня поработать прояснить для себя что там происходит и что я могу сделать чтобы изменить эту ситуацию на каждую из этих сфер то есть три сферы выбираем на каждую из этих сфер я вытащу по две карты и вы сможете на них посмотреть получить ответы часто смотрите на месте для себя первую какую-то сферу и я буду вытаскивать карты для этой сферы сейчас я вытащу две карты покажу их вам что-то у нас будет первая сфера я вытаскиваю карту показываю вам первое что вам важно сделать просто посмотреть ответить себе на вопрос что я вижу на этой карте первый вопрос что я вижу а вторую же вопрос что я чувствую вот первая карта то есть мы сейчас говорим о первой сфере и первая карта и вы отвечаете себе на вопрос что я вижу что я чувствую когда смотрю на эту карту и как это связано с той сферой жизни над которой я сейчас работаю то есть если мы говорим например о сфере друзья как вот эта карта связана с моей сферой друзья или здоровья или работа карьера это первая карта для нашей первой сферы что я вижу что я чувствую как это связано и запишите просто на листочке то что вам приходит вы можете записать рядом с той сферой над которой вы работаете и вторая карта тоже очень интересная которая выпала на первую сферу вот такая подальше надо вот так мы опять же задаете вопрос что я вижу на этой карте что я чувствую когда я на нее смотрю какие чувства она у меня вызывает и как это связано с той сферой жизни с 1 до над которой я сейчас хочу поработать я вам выложу потом эти карты вы сможете рассмотреть детали пока вот просто первое ощущение записываете первое что приходит в голову без оценки и дальше когда вы посмотрели да эти карты они помогают прояснить что сейчас в этой сфере происходит я сейчас вам еще их вместе покажу вот они 2 когда вы на них посмотрели получили уже некоторые ответы уже можно начать понимать что там с этой сферы не так и сейчас можно сразу же подумать да что я могу сделать чтобы изменить эту ситуацию которая сейчас есть в этой сфере что я могу улучшить что я могу сделать и каким будет мой первый шаг вот вот первый шаг ну вот что я могу прямо в ближайшее время недалеко там когда-то не через месяц через два мы прямо сейчас думаю что я могу сделать прямо сейчас вот сегодня завтра вот сразу чтобы изменить эту сферу ну например да если у кого-то кто-то там брал например сферу друзья и там мы поняли что как-то мы друзей подрастеряли за это время не общались были заняты другим да тогда первый шаг кто-то скажет я прям сейчас напишу моим друзьям и спрошу как вообще у них дела чем они живут что происходит в их жизни пообщаюсь просто позвоню или семья да я просто позвоню там мои дедушки моему дедушки бабушки моим тетям дядям налаживаю связи восстановлю мосты например да хорошо прям первое что приходит в голову очень важно не оценивать не раздумывать пишите первое что приходит в голову мы с вами идем дальше вы потом еще сможете доработать то есть я сейчас даю схему если потом вы чувствуете что надо что-то еще додумать доделать еще на карты посмотреть вы сможете это сделать после эфира в записи и просто у вас листочек ваш останется конечно и вы сможете с ним еще работать у меня отдыха решила спать больше хорошо кстати да вот они очень важный ты момент сказала я про него забыла что сейчас многим чтобы восстановиться иногда хочется спать и нас просто вырубает бывает у многих сейчас такое состояние даже кто не спал никогда днем люди говорят ты знаешь нет сил мне нужно днем хотя бы полчаса 40 минут поспать я говорю прекрасно прекрасно ваша нервная система ваше тело само вам говорит что вам сейчас нужно не нужно думать что вы лентяй если вы днем ложитесь и спите 40 минут час-два да сколько угодно если есть такая возможность на отдых это это прекрасно сейчас хорошо я вытаскиваю карты на вторую сферу посмотрите какая сфера над какой сферой вы хотите поработать интересные карты у меня операция решила укрепить организм спортом до плен прекрасно тоже сейчас очень многие люди кстати вот да про здоровье хотела сказать что вроде такая тема кто-то говорит но сейчас не актуально про здоровье очень даже актуально и очень актуально кто-то наконец обратил на себя внимание и начинает сейчас заниматься своим здоровьем это 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 здорово хорошо берем с вами вторую сферу я вам покажу первую карту опять же если какие-то детали не будут видны вы потом рассмотрите уже после эфира я их выложу интересные очень карты вот эта первая карта сейчас надеюсь что видно я могу только сказать что вот здесь вот у девочки у девушки идет такая как застежка знаете как на платье сзади молния вот это первая карта и мы задаем вопрос что я вижу на этой карте вообще есть ли я на этой карте или кто-то другой на ней что я чувствую когда я вижу эту карту и как это связано с той сферой жизни на которую я прямо сейчас вот смотрю как эта карта связано что она мне подсказывает может быть что-то я раньше не замечал не видела сейчас вот я смотрю на эту карту я смотрю на эту сферу жизни и я начинаю кое-что понимать что-то для меня становится яснее и вторая карта тоже очень интересная про эту сферу про вторую сферу смотрите какая интересная карта попробую поближе почему-то плохо фокусируется камера эти нажимаю ну не сильно хорошо фокусируется ничего страшного в целом вы видите детали вы рассмотрите после эфира и вопрос то что я вижу этой карте что я чувствую когда я смотрю на эту карту если я на этой карте или кто-то еще на этой карте и как это связано с той сферой жизни на которой я смотрю мы сейчас с вами вторую сферу жизни рассматриваем которую вы выбрали вот сейчас наверно получше видно записывайте то что вам приходит в голову без оценки просто запишите и дальше мы задаем себе вопрос посмотрев на эти две карты это наши подсказки были да это были наши подсказки мы задаем вопрос что важно изменить в этой сфере жизни чтобы ее улучшить чтобы она у меня была более наполнена эта сфера и что я могу сделать прямо в ближайшее время не откладывая ближайшие дни что я могу сделать чтобы в этой сфере начались изменения те которых я хочу чтобы эта сфера стала более гармоничная чтобы она мне приносила больше удовольствия или чтобы те роли которые я в этой сфере играю чтобы они для меня стали радостные гармоничные пока вы пишете немножко выпей чай хорошо очень важно чтобы мы и поняли что происходит и написали первые шаги первые наши действия что мы можем сделать вот прямо сейчас не откладываю лучше если вы сделаете это в ближайшие сутки а не пишет у меня красота и здоровье спокойность уверенность достоинства снять маски избавиться от лишнего веса и плохих людей верить себя ты можешь да да прекрасно ты можешь дал еще подумать что я могу сделать вот прямо в ближайшие дни что в этой чтобы в этой сфере пошли такие изменения такие улучшения которые будут хороши для меня что я могу сделать хорошо и мы с вами сейчас посмотрим на третью сферу посмотрите какую третью сферу вы хотите проработать мы с вами сегодня три ключевые выделяем вот самые важные для вас сейчас ли вы чувствуете вот туда нужно направить мое внимание вот с этими сферами мне важно прям поработать и мы сейчас на третью сферу тоже вытащим карты могу вам сказать что карты никогда не выходят просто так вот именно для тех людей которые нас слушают и будут слушать и выходят карты которые ответят на их вопросы так третья сфера первая карта вот такая я надеюсь что в целом вы ее сможете увидеть сейчас я попробую поближе поднести до зарядкой массаж лица еще ванной с морской соли вот это уже план все отлично это уже план уже начинаем действовать уже будет идти изменения в этой сфере это точно так вот это третья наша сфера и первая карта попробую еще поближе вы смотрите на карту в целом и пишите что просто вы видите для себя допишите что я вижу какие чувства у меня вызывает эта карта есть ли я на этой карте как она связана с той сферой жизни на которую я сейчас смотрю как эта карта связана то что я вижу на ней с той сферой жизни над которой я сейчас хочу поработать на которой я смотрю и и следующая карта которая вышла для третьей нашей сферы жизни вот такая интересная я люблю эту карту пробуем поближе и давайте подальше чтобы сфокусировалась получше камера вы смотрите и просто что вы видите что вы чувствуете какой посыл да какое чувство вам дает эта карта как это связано со сферой жизни над которой мы сейчас работаем если я на этой карте или кто-то там другой какие подсказки она мне дает и мы сейчас вместе посмотрим на них наша третья сфера если что-то сейчас не видно понятно что может быть какие-то детали вы не видите потому что это акварельные такие карты вы сможете посмотреть попозже в инстаграм телеграм я их выложу хорошо и тогда третья сфера мы тоже сейчас думаем а что мы можем сделать прямо ближайшие время пишем себе первые шаги это будет как наш такой план если захотите поделиться вы можете написать что вы себе наметили как шаги ничего страшного если когда вы делаете практику на вас накатывают какие-то не очень приятные чувства я сама эту практику делала я знаю что если в какой-то сфере непорядок то может быть такой момент что вы видите карту и вам даже становится как-то ну вот не очень хорошо от нее ничего страшного так надеюсь что прямой эфир идет будто бы потерялась немножко связь еще раз повторю да что если вы смотрите на карты и у вас возникают какие-то тревожные чувства неприятные то есть вы понимаете что ну не порядок у меня в этой сфере да ничего страшного мы когда осознаем уже что что-то не так это первый шаг потому что мы начнем менять когда мы поняли что что-то не так мы понимаем что мы можем на самом деле менять и и мы можем написать что мы сделаем ближайшие дни какой будет наш план когда у нас есть план поверьте мне уже гораздо проще когда просто ощущение что что-то идет не так но я не понимаю что сделать вот это сложно это ощущение неопределенности тревожности любовь где-то моя любовь порхает зов мужчина чтобы я отвернулась его увидела но я его не вижу знаю что он где-то рядом смотри тут можно еще в медитации поработать над привлечением друга души чтобы вы друг друга нашли но вот это если есть ощущение что он где-то рядом это уже здорово что он где-то рядом хорошо и дальше что мы с вами сделаем то есть вы сейчас поработали над тремя наиболее такими вот сферами жизни требующими вашего внимания вашей включенности мы уже поняли чтобы там хотелось изменить подсказки от карт получили поняли чтобы хотелось поменять мы наметили первые шаги что мы можем сделать вот прямо в ближайшие дни это уже здорово уже появляется такой план важно теперь начать по шагам по маленьким-маленьким его реализовывать и сейчас для чего нам еще нужны и были карандаши и фломастера и мы с вами продолжаем работу мы сейчас будем усиливать вашу карту вы берете чисто интуитивно здесь не нужно читать описание цвета анализировать что-то думать мы идем за нашей интуиции вы берете вы смотрите на сферу жизни ну например семья и вот из тех фломастеров или карандашей которые есть у вас под рукой интуитивно посмотрите к какому цвету потянется ваша рука берите этот цвет и просто закрашиваете сферу жизни одну сначала какую-то постепенно мы сейчас закрасим все сферы цвет он всегда усиливает действие он дает энергию поэтому сейчас берите просто интуитивно не читайте никакие значения цвета интуитивно вы берете какой-то цвет и начинаете раскрашивать ваш круг сначала мы просто его раскрасим каким-то цветом возможно вы сейчас не все сделаете но хорошо если мы сразу прямо вместе начнем это делать берите цвета смотрите на какую-то сферу и начинаете ее закрашивать таким образом мы усиливаем и и гармонизируем в итоге у вас будет весь круг цветным постепенно до каждый вот этот кусочек пирога вы сейчас закрасить и если вдруг у вас сейчас нет под рукой карандашей фломастеров ничего страшного вы можете сделать попозже можете у кого-то попросить если дома их нет бывает такой вопрос а не можно сделать онлайн например взять да в какой-то программки сделать ну как бы можно но всегда лучше все делать от руки она работает сильнее когда что-то мы пишем да если мы делаем какие-то письменные психотерапевтические практики то лучше это делать прямо рукой мы берем с вами ручку или карандаш и пишем по бумаге это всегда мощнее я даже не буду сейчас объяснять как это работает это на уровне нейропсихологии работает но очень важно что мы пишем рукой по бумаге и то же самое когда мы что-то рисуем раскрашиваем лучше это делать не на планшете не на компьютере лучше примут брать листок бумаги карандаши фломастеры или краски и делать напишите сейчас кто с нами в эфире делает нужно ли вам еще время или вы уже сделали уже выбрали цвет я сейчас тогда вас подожду чтобы вы смогли закончить с цветом когда вы закончите напишите да что например я я сделал я тело и это еще не все мы сейчас еще немножко усилим это вы сможете в принципе сделать даже сами чуть позже можно сейчас начать когда вы добавили цвет в каждую сферу напишите добавили ли уже когда вы добавили цвет можно добавить еще какой-то символ в каждую сферу чтобы еще усилить до не только цвет на еще символику добавить ну например если мы берем сферу денег деньги финансы придумать какой-то символ который символизирует для вас что у вас в этой сфере все замечательно все хорошо у вас там прет у вас изобилие например там кто-то рисует денежное дерево то есть рисует такое красивое сильное дерево мощный корни большая крона там огромное количество листиков до представляю что листики это деньги кто-то нарисует сундук наполненный золотом например как символ что в этой сфере у меня все хорошо если это сфера личных отношений кто-то может быть нарисовать сердца или кто-то две руки соединенные здесь не нужно быть художником вот суть в том что и вам не нужно быть художником чтобы это сделать вы просто рисуете символ как бы вы его не нарисовали пусть это даже будет человечек как это огуречек да ручки торчат ничего страшного важно просто чтобы был какой-то символ и он для вас несет определенное значение кто со мной в прямом эфире делает напишите как у вас получается как у вас вообще дела с этой практикой то что мы с вами уже подходим к концу то есть вот самое последнее когда мы еще каждую сферу наполняем символом рисуем какой-то знак кто-то может нарисовать животное кто хорошо на прорисует может какой-то животное нарисовать которое дает ему как тотемное животное которое дает ему в этой сфере еще свои качества усиливает ее кто-то рисует цветы кто-то рисует деревья кто-то рисует сердца кто-то рисует ростки как будто в этой сфере начинается рост а не рисует хорошо это такая практика мы и взяли да из коучинга я взяла из коучинга но я ее доработала чтобы она стала глубже объемнее я люблю эклектику я люблю совмещать разные методы я вижу что это работает эффективнее всегда и этот листочек обязательно сохраняем себе не выбрасываем мы сохраняем это как наш ориентир и для чего еще раз повторю да для чего мы это делали когда мы с вами видим что на самом деле в нашей жизни не одна сфера и у нас не одна с вами роль у нас с вами много сфер жизненных у нас с вами много ролей в жизни мы можем быть профессионалами в какой-то области мы можем быть прекрасными дочерьми женами матерями мы можем быть с вами творческими личностями и у нас какое-то хобби в котором мы тоже хороши возможно мы играем музыку возможно вы прекрасно вяжем возможно мы кого-то вдохновляем кому-то являемся прекрасными помощницами на если говорим о семье или о друзьях то есть у нас ролей с вами много сфер жизненных много и когда мы понимаем что в нашей жизни много всего если даже в какой-то сфере сейчас идет сбой а сейчас он идет у многих поверьте мне не только в наших странах но и за границей вас боит у всех очень многих страхи по вылезли разные связанные с тем что же будет с нами в будущем но когда у нас много сфер когда у нас фундамент крепкий то чтобы не происходило мы чувствуем что есть опора что в одном месте просела все равно у нас много сваю нашего дома до дом это как мы как наша жизнь и наша крыша не отъедет да если одна своя поехала но мы дом сохраним он может чуть-чуть накрениться это нормально потом мы его выровняем поэтому очень важно чтобы у нас фундамент был хороший чтобы у нас баланс был чтобы у нас все сферы были представлены которые для нас важны и чтобы мы вот это внимание наше сейчас направили на несколько сфер если раньше не направляли нашли вот этот баланс вот этим мы с вами сегодня занимаемся хорошо тогда напишите вот на данный момент какое состояние было ли полезно возможно пришли какие-то осознания возможно появилось большее спокойствие которого который для нас сейчас так важно мы сейчас с вами будем заканчивать вы сможете доделать эту работу уже самостоятельно еще на карты посмотреть возможно что-то еще до каких-то еще мысли придут это нормально что они нас догоняют что-то может прийти даже во время сна или завтра какие-то решения важные эту практику вы можете через какое-то время повторить например через несколько месяцев вы можете направить эфир записи тем своим друзьям близким кого сейчас шатает мотает чтобы они тоже поработали со своим фундаментом мы сейчас будем заканчивать напишите как вы если чем-то хотите поделиться на что-то вы осознали очень интересно можно заглянуть в глубь себя еще больше захотелось себе метафорические карты да карта очень много и то некоторые мои клиенты с которыми я работаю индивидуально когда мы работаем через карты они говорят что это просто нечто волшебное хотя это не волшебство да все объяснимо это просто проекция того что далеко спрятана в нашем подсознании она через эти карты выходит как ответы на наши вопросы некоторые мои клиенты потом говорят слушай все я хочу себе такие карты я хочу чтобы они у меня были под рукой каждый выбирает для себя колоду потому что колод огромное количество их я думаю что может быть 200 уже колод разных вот это одна из моих любимых колод сейчас я покажу я ее беру когда больше когда я работаю с женщинами потому что это метафора женской идентичности называется про тебя и она помогает найти ответы на многие вопросы поэтому если вам нравятся метафорические карты можете найти для себя тоже хорошо тогда мы на сегодня завершаем карты я выложу обязательно вы сможете найти их чтобы оставаться на связи у нас есть инстаграм и я надеюсь что будет к нему доступ есть телеграм-канал мы не теряемся кому нужна помощь консультация есть мой ватсап то есть мы всегда с вами найдемся за это я не переживаю волшебство просто привыкли что современном мире волшебства нет да да я имел ввиду что это не гадание тару здесь немножко по-другому идет работа до каждый находит свой ответ в одной и той же карте по-разному совершенно клиент одну и ту же карту воспринимают в разные периоды жизни разные клиенты по-разному трактуют даже разное совершенно видят кто-то смотрит на карту нейтральную видит там очень много позитивного кто-то смотрит на карту нейтральную видит очень много негативного от того что происходит в его жизни сейчас это интересно но каждый находит там свои ответы и это как шаг к действию Где такие карты купить, что за фирма? Их на самом деле много очень. Если написать просто в Яндексе, в Гугле метафорические карты, будет несколько компаний, где они продаются, потому что это карты для психологов, психотерапевтов, но и для людей, которые не имеют отношения, но хотят получать ответы на вопросы, хотят работать с собой. Я покупаю обычно в Мака, но много компаний, которые их продают, поэтому вы можете найти, какие-то карты производятся в России, какие-то карты производятся в Израиле или в других странах, и привозятся не только в России, а по всему миру, в принципе, мне кажется, можно уже купить карты. Все наши страны, поэтому вы можете подобрать что-то для себя. Ну и мы с вами будем продолжать, каждый раз, когда я с вами работаю, я стараюсь подключать карты, чтобы вы помогали себе находить ответы на свои вопросы. Хорошо, мы на этом сегодня с вами работу заканчиваем. Вы можете отправить этот эфир своим друзьям и близким, кому вы чувствуете, сейчас нужна поддержка. Укрепить свой фундамент. Мы делаем укрепление через вот такую практику. Именно такие они волшебные. Ну вот именно эти, если нравятся, они называются «Про тебя, метафора женской идентичности». Можно написать просто в поиске «Про тебя, метафора женской идентичности» и поиск выйдет, где их можно купить, как работает доставка, чтобы они у вас были под рукой. Тогда даже может быть проще, потому что эту колоду часто использую. Я вытаскиваю, вы можете эту карту найти у себя в колоде и тоже посмотреть, рассмотреть все детали. Но я их выложу обязательно. Хорошо, я была рада вас видеть. Благодарю тех, кто пришел, тех, кто работает над своей жизнью. Передавайте эфир своим близким друзьям, кому тоже он нужен. Я продолжаю работать индивидуально, поэтому если кому-то нужна будет индивидуальная консультация, вы можете позвонить, написать, и мы найдем время. Я на связи, и я планирую возобновить наши встречи по пятницам, поэтому в следующую пятницу тоже будет встреча. Я пока не знаю, на какую тему. Если у вас есть темы, которые вы хотите предложить, вы можете написать, можете написать в директ, чтобы не было бы здорово вот на такой теме поработать. И я буду собирать ваши пожелания, и мы будем работать над теми темами, которые важны для вас тоже. Всех обнимаю, всем любви, всем спокойствия, всем гармонии, всем мира. Увидимся через неделю. Пока-пока.